Всем привет, друзья! Находимся в центре столицы, на перекрестке улиц Банулеска у Бадони и Досовтей. Все вы знаете эту проблему, ее уже описал Олег Мадрига, на его канале есть видео по поводу этой локации. Дело в том, что здесь висел раньше знак, но этот знак был неофициальный, и дирекция транспорта дала ответ по этому поводу. Тот знак был неофициальный, его убрали, но машины все равно паркуются здесь. Мы сегодня решили устроить спонтанный рейд и приехали сюда. Небольшая изюминка этого рейда. Этот рейд мы проведем босиком. Босиком. Я реально прямо сейчас разуюсь. Что это значит? Это значит, что данный рейд будет проведен в знак солидарности с Ваней. Ваней Абкуб. Дело в том, что у него опубликован выпуск, и мы оставим ссылку в описании, у него опубликован выпуск, в котором его булили за то, что он вшлепанцах. Какое вы имеете право? Вот в шлепках, в шортах. Вы как будто с пляжа вышли, правда? У вас есть хоть какие-то основания вот так вот себя вести, вот в таком виде? Как вы можете в таком виде, не при там, плоховидящем... Плоховидящим? Ну... Ну... Я ввэд фартбене. Да, но вы плохой вид создаете, правда. Вот вы как будто... Ну, потому что... Это для пляжа. Это для пляжа. Вы имагинация? Да, я сейчас о том, что вы представляете какое-то официальное мероприятие, и вы вот так в шлепках... Поэтому, вот, в знак солидарности, я решил провести этот рейд босиком. Я тоже сниму кроссовки свои. Да? Да, Володька тоже подключил. Не шлепки тебя делают горожанином или туфли, а бережное отношение к своему городу. Володька, ты вообще... Я думаю, Ваня оценит. Кстати, привет Дмитрию Волошину, папе нашего движения. Он тоже любитель ходить босиком и ломать стереотипы. Босой рейд, так и назовем этот рейд. Здесь человек оставил номер телефона, но мы не будем звонить ему. Потому что такая парковка, это сверх наглость. Так, Володька, звоним в полицию. Буна Зио. Манумеска Александру Чулак. Я стою на тротуаре Бадони 45, и здесь много машин припаркованы на тротуаре таким образом, что невозможно пройти пешеходом. Хочу пригласить сюда экипаж полиции. Это в Кишиневе по какой улице? Да, Кишинев, Бадони, Банулеску-Бадони 45. Они припаркованы на тротуаре? На тротуаре полностью, да. Хорошо, мы передаем информацию. Спасибо большое, ждем. Вот посмотрите, друзья, какая обстановка здесь. Или вот здесь. Думаете, пешеходы сломали? О, домный жюрист, я помню вас, мы с вами общались там наверху. Ну, видно, мы друг друга просто не поняли. В тот раз возможно. Мы надеемся, дом. Извините. Я уверен, что вы... Это не в зависимости от отца. Не в зависимости от отца. Но в помощь его. Потому что этот человек пришел где-то здесь, в центре. Когда он пришел, он пришел. Думаю, он пришел, и он пришел. И он пришел. Да. Может, вы думаете, это нормально? Паркать так? Пусти в углу дороги, если нужно очень сильно. Но это не что-то нормально. Я не могу сказать. У нас не было никаких проблем. У нас есть паркать. Ну, мне кажется, что это действительно уритая. Уритая. Не знаю как в романе. Уритая. Да. Не есть никакой уритой. Паркать. И так интенсивно. Шой, 20 см. И человек с крышей не может boşать. Ничего не хочешь. Я немcity. Но политики надо понять. И до врага. Они специалисты решилиpost, как際 momentsот Pinoo Аbonоль estaba �츠ком на институте, Если вы выяснили то, что вы знаете, что вы делаете? Работаем, улучшаем... В этом случае нет... Что вы делаете? О, что-то... Вы интересуетесь? Что мы делаем вứtоком общине? Нет, это не так. Я понимаю, что вы делаете с этой проблемой. Не в это! и не интересуетесь, не интересуетесь. У нас есть в видении, почему мы не лопаем, чтобы сделать паркеры больше? У нас есть вопрос. Мы, как пиетон, должны сделать что-то для шофера? Как шофер, у вас есть что-то в городе? У нас есть вопрос. Я не говорю сейчас как шофер, как пиетон, не знаю, как чиновник. У нас есть, муне, а если вы, чтобы вы здесь, вы можете задать, что вы понимаете? Да. Да, да. Да, да, да. Кто-то думает, что, как вы хотите, или вы можете, но мне кажется, что это здесь. Мне не интересуетесь, амортизация, а секвенции в виде, а фильмы, а старые вещества в автомобиле, амортизация, амортизация вещества. Что мы делаем? Мы делаем. Мы делаем молодые... Не, не, не! Ну, у меня под вопросом более конкретно! Вы хотите спросить, если мы делаем что-то для шофера? Для петона, для шофера... У нас нет, что это мы делаем, из нас дома, что мы делаем эту активность? Что мы еще должны делать? Но мы не понимаем, что мы не понимаем. Существуют 1.000 и 1.000 действия, которые могут быть препятствием. Одна, одна, скажите, чтобы мы понимаем. У нас есть материалы. У нас есть материалы видео. Да. У нас есть материалы видео. у нас есть макар, у нас есть смыслы, на ГУВЕРН, на ПАРЛАМЕНТ. Как вы называете? Викслава. Дома Вячеслава, мы говорим, что у нас есть макар, что мы не ждем. У нас есть макар, как это было, что он был индикатор, который был иллегал. Пусть, что паркария есть адмисибелая. Но мы сказали, что есть индикатор, что есть индикатор, что он не создает. Но есть официал, что почти он не создает. Это проблема. Дома, я у инцелек... Это до сих пор не был инсталат. Это было инсталат. Да, что он был инсталат, что здесь есть индикатор, что здесь есть индикатор, что он был инсталат. Иллегал. Да. Да. Это не проблема. Это проблема. Да. А сегодня мы пришли, чтобы информировать людей, что есть инсталат паркария, и даже сейчас не адресим на дону Морой. А здесь есть Буйюканье, да. На дону Василия Морой, приятного Буйюканье, как сэ пунэ аиша лимитатуаря, а дико пилоний, как сэ ноу интри машинели по тротуару, как пилоний поатэ поатэ циркула аиша май либер. Уари, ну, есть эта процедура корректная? Я не говорю, я не говорю, я говорю, это чуть-чуть широкий. Дом Вячеслав, мы не хотим потерять время, мне нужно информировать людей. Спасибо за поддержку, дону Василии. До свидания. Так, друзья, давайте продолжать. Еще раз показываем картинку. Сейчас спросим девушек, улыбающихся. Здравствуйте. Сау Буна Зио. Как вам удобнее? Здравствуйте. Мы сегодня здесь проводим небольшую акцию по информированию людей о том, что не стоит парковать на тротуарах. Что вы думаете по этому поводу? Они нам не мешают. Они вам не мешают. Посмотрите, вон там машинка стоит. Мне прямо интересно вот мнение по поводу той Тойотки. Да, и? Вам не мешает, да? Не мешает. Вау. А что, вам мешает? Ну да, ваше мнение, я не солидаризирую с вашим мнением, но оно настолько ошибочно. Вон там еще одна машина стоит тоже. Странно. Наверное, ваша машина тоже здесь. В 20 лет вы же все ходили, и вдруг все вспомнили, что невозможно тут ходить. Крутой аргумент. О, полиция приехала. Я не знаю, если это к нам. Здравствуйте. Опять этот красивый экипаж. Вы по нашему запросу? Да. Класс. Здравствуйте. Посмотрите, вот этот ряд машин, припаркован прямо на тротуаре, но вот машина, которая Тойота, посмотрите, там 20 сантиметров нет. По этому запросу мы вас пригласили. Почему нас никто не спрашивает за то, что мы босиком? Нет. Мы босиком, это в знак солидарности с нашим активистом, который был в шлепанцах, и вот так. А чего вы не спрашиваете, почему мы босиком? Вы знаете, нам нужны грузчики. У нас нет грузчиков. Они зарабатывают хорошие деньги. А сколько? Скажите. Если бы вы к нам пришли работать грузчиками, у вас бы было... А какая фирма? Расскажите. Какая фирма? Ну, какая разница. А, ну, хорошо. Сколько вы платите тогда? Давайте так. Грузчики. Зарплаты. Ну, 15 тысяч в месяц платите грузчиками? Да? Скажите фирму, куда подойти? Ну, найдете. Тот, кто ищет. Ну, вот, начинается. Я хочу к вам на работу грузчиком. За 15 тысяч. Я, когда вы выключите камеру, дам, контакты нашего HR. Да, дайте контакты HR. Я оставлю этот e-mail здесь. Обязательно пишите. Отскидывайте резюме. Наш HR будет очень рад. Вот я зимой тоже в тапках хожу. И тоже иду по этому тротуару. И все окей. У меня машины не мешают, которые рядом нет. Нет, здесь речь не о том, что в тапках или в кроссовках вы проходите. Речь о том, что люди воспринимают пешеходов, которые делают замечания, если они в тапках, то как грузчиков или как людей второго сорта. А мне кажется, это не так. Любой пешеход, даже без определенного... Это вы сейчас сами себе навесили ярлык вызвать жалость в вас. Да какая жалость? При чем здесь жалость? Меньше всего как раз хотелось бы жалости. Вот такая милая беседа с милыми девчонками. И продолжаем потихонечку. Володька, как тебе босиком? Ну, необычно. Много новых ощущений. Где-то тепленько, где-то колется, где-то на камушек наступаешь. Сто процентов. Что-то такая фигня. Вообще отвлекает первое время, как будто половина внимания уходит на то, о чем ты раньше вообще не задумывался никогда. Кстати, если больше людей будут ходить босиком, то, я думаю, поднимется проблема качества покрытия. Можно, конечно, обратиться к Василию Морой, но я очень хорошо понимаю, что такие вещи апгрейдятся, ну, большим массивом. Они не могут просто здесь положить и дальше не положить. Но мы все-таки обратимся, дом на Морой. Конечно, надо здесь менять это покрытие, чтобы было комфортно ходить. Как дела? Хорошо. У тебя? Очень хорошо. По любому порядку будет. Как тебе вот такая парковка? Посмотри там. Конкретно, это очень большой беспредел. Во-первых, с парковкой две моменты. Момент номер один. Создали частная парковка парламента. Помните? Да. Подожди, где-где-где? У парламента? Да. Это частная парковка в трех уровне. Приходит машина, поднимается. Создает 50 лей час. Правда? Да. Это первый момент. Эти деньги, муниципальный совет, умеет пару копеек с каждой машины. Остальные идет с РЛ. Это первый момент. Есть еще с эвакуаторами тоже такая проблема, когда 800 лей уходит в частной компании, а 250 уходит. Еще не доехали в этот момент. Второй момент. Когда Критоп был у власти, у него этот проект был. Этот проект был. Правда? И он начал этот проект. Но в данный момент, когда реализация была с Дома-Чабана. Дома-Чабана сделал реализацию, но он неграмотный. То есть еще эти деньги с муниципальным советом собрать. Да. Резервный фонд для помощи пенсионерам, инвалидам и так далее. На медикаменты, для вещей, чтобы купить деньги в карман. Правда? Как зовут вас? Женя. Можно быстрее, чтобы мы начали... Второй момент. Да. С парковкой. С парковкой надо легализировать все, что было в бюджет. И надо то парковка, которая идет около ЖД, чтобы реабилитировать ту парковку. Около ЖД где там было? Центральная МРФ. Вот там была парковка большая. А, там же поли... Машина. По какому поводу она здесь? Здесь тротуар и нельзя парковать. Вот посмотрите, вы на своей машине большой если станете. Всего доброго. Знаете, почему полиция стоит с той стороны? То есть вас оштрафуют, если вы не уедете. Не понимаете меня? Сегодня здесь реет по информированию граждан о том, что не стоит парковать на тротуаре. Мы вызвали полицию. Полиция штрафует всех, кто паркует на тротуаре. А что не снимать? Красивая машина на тротуаре. Как не снимать? Надо снимать. Не успела. Не успел. Не успел уехать гражданин. Не повезло, не фортануло. Не повезло, не повезло. А, так что? Вика здесь была припаркована? Странно. Наверное, ваша машина тоже здесь. Блин, столько болтовни. Могла бы уехать и не получила бы штраф. А ваша цель какая? Наша цель информирования. Наша цель информирования. Вот я вас проинформировал, а вы почему-то посчитали, что что? Почему не отъехала Вика? Мне так интересно вот эта позиция. Ну, не знаю. Спросите бы. Она на этой машине? Ай, как обидно. Блин, Вика. Наглядный пример, чем мешает машина на тротуаре. Да посмотрите, здесь раздолбан весь этот, весь этот самый раздолбан. Еще раз вопрос. Если нету для машин парковочных мест, да, если нет парковок, это означает, что нужно оккупировать тротуар? Да, означает. Гениально! Я не могу приехать в офис, сложить ее в сумму. А что делать с законом, который запрещает парковать на тротуаре? Значит, нужно закон менять. Это шедевр! Закон менять в каком смысле? Вот есть в правилах дорожного движения, есть понятие тротуар. Тротуар есть элемент дороги, разделяющий… Неужели нельзя тут поставить знак парковки? А зачем, если здесь лестницы? Как здесь проходить? Вы же как-то проходите. Или вот это. Я вам не верю. Или вот это. Вот это. Блин, мне кажется, очевидные вещи. И не понимаю, почему вы… Вон, женщина пошла наверх. Очевидные вещи. Почему вы противоречите… Потому что не где припарковаться. А если… Продавайте машину. И как мне ехать с бардера в endurance? Ваша проблема. Тогда и ваша проблема, что вы не можете пройти дорогу. Да. Нет, это не дорога. Не путайте понятия. Это тротуар. Это тоже ваша проблема. Но так… Это наша проблема, и мы ее решаем. Закон… Мы тоже решаем. Как вы решаете? Оккупируете… У не оккупанта. Вы оккупируете тротуар. А как вы решаете? Вы не решаете. Вы усугубляете проблему. Вы тоже, потому что можете вот там пройти… Нет, я хочу здесь пройти. – Я хочу тут парковаться. Это было не просто смело, это было пиздец, как смело. Ну, значит, будете штрафы получать, потому что закон на нашей стороне. А я что, отказалась штраф платить? Да, ваша логика очень пагубна для общества нашего. Мы дадим к чей каре, а уфи че еча, шплотец кимпозике. Ага. Шинова не сонуват сэмну, каре фос легал. Ну, ира легал, сэ фос легал, ел ера... Ну, ну, ира легал, дамна. Да, даче соскос. Дамна, даче соскос смут, даче сэмсёс галл, даче сэсссискос? Дам она, даче соскос смут, даче соскос. Нихоя не понял. Ну, очень интересно, понимаете? Дальше посмотрим. Окей. Нормально. Есть тротуар. Все понятно. Мы в институте, которые платим для куратений. Мы воруем, мы матуралы. Компания приватная? Приватная. Компания приватная. Компания приватная. Аж вряд ли я поговорю с вами, но требуется информационным человеком. Информация. Не интересуется. Я угасаю в паркаре. Есть тротуар, дамы. Есть интересы в паркаре. В доме? Ей тротуар. Выпишите штраф. Женщина ушла. Я хотел с ней поговорить. Давай с Викой поговорим. Вика, это ваша машина и вы оплатили штраф? А как? Я же вас предупреждал о том, что здесь нельзя парковать. И вы принципиально оплатили штраф? Почему принципиально? Ну принципиально не отъехали, чтобы оплатить штраф? Я не понимаю вас. Мы обогащаем бюджет. Я дождалась. Я думаю, мы так и выпуск назовем. Мы обогащаем бюджет. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Обращайтесь за идеями на почту. Тогда мы завтра... Тогда мы будем приходить чаще сюда, чтобы... Не надо, мы удаленно можем вам идеи... Нет, чтобы обогащать бюджет. Надо каждый день приходить. Пять из тротуара. Да, да, да. 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 Дом номерой, надо вот этот вот съезд демонтировать. Потому что он вводит людей в заблуждение. Видите, там заезд сделан. Я представляю итальянцы, что думают по поводу того, что мы босиком здесь. Офигеть, девчонки. Я полчаса объяснял. Я не знал, что ваши машины здесь. Какие? Вы все знаете. Да. В следующий раз не будем информировать, а сделаем так, чтобы эвакуатор забрал. Тогда плюс восемьсот лей будет... Мы еще больше платили в казну. Нет, кстати. Когда эвакуатор забирает, там уже не казна, уже частная фирма. Так он тоже платит налоги. Ну, там да, 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 согласен. Девушка бухгалтер. Вы бухгалтер? Да. Так, прощаемся с Викой. Вика, пока. Какой классный, позитивный рейд. Спасибо, девчонки. Мне интересно пообщаться с водителем той Тойоты. Прям было бы круто. Осталось всего три машины, смотри. Три. Бэха еще тоже. Это вы и так припарковали? Да. Я у Итациева. Как вы все пари? А по сути там машины парката есть? Ну да, у Итаци с Кумастой. Шерсть куда? Это полиция. Учитывается колыши в кларификацию полиции. Да. Да, да. Шеку паркер. Шеку паркер из печалы. Шеку полиция. Шеку чабан. Шеку плохотнёк. Кутецк. Но и в Украине. О, это первый человек, который обратил внимание на наши ноги. Кто? Сзади нам чувак. Может, тапки вам покупать? Да, купите тапки. Кроссовки. Здесь наш друг предложил олд ком. Олд ком ворота. Ну, врелся мать бельметь. Бень. Да я на Ураус эти адресе зла мини. Тапки, ну тапки. Цайкум парад кроссовки. Крецкая есть Мари Бойер, да? Ну, грешен фирма. А ты? Вот такой колоритный. Мы здесь проводим акцию по информированию людей о том, что не стоит парковать на тротуаре. Что вы думаете по этому поводу? Вот вы прошли ту Тойоту. Мне интересно мнение пешеходов, которые… Я уже привык. Уже привыкли и готовы терпеть это? Да, да. Что делать? Что-то изменится. Ну, вот мы боремся. Вот посмотрите, сейчас вот полиция приехала и почистит. Вот с этим вот лучше бороться. Да. Тоже плохо. Тоже плохо. Тоже проблема, да. Конечно. Спасибо за ваше мнение. Друзья, полиция вызвала эвакуатор. Ждем эвакуатор для БМВ походу, да. Друзья, вот водитель БМВ подъехал и он ругается с коллегами своими, почему они только что вызвали его, когда мы уже час здесь. Вот нормальная ситуация, когда люди идут нормально по тротуару. Вот это нормальная ситуация, где Вика, к Вике обращаюсь. Вика, вот ситуация. Люди идут во весь тротуар и это нормально. То, что мы все привыкли к тому, что машины стоят на тротуаре, это ненормально. Я только из Америки приехал. Ну так, первый раз вообще из Америки. И первое мое впечатление вообще с парковкой, какой ужас здесь происходит. Мы ехали под Асовте, считай, улицы с одной... Можно записать ваш комментарий? Это интересно. Да, да, да. Вы с Америки приехали. Какой регион в Америке? Ну, Флорида, почти около Майави. Машины с одной стороны, машины с другой стороны. Брат выезжает на встречку. Я говорю, стой, 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 не выезжай на встречку. Он говорит, это нормально, так и надо. В общем, да, мы вот стараемся информировать граждан о том, что лучше все-таки соблюдать правила дорожного движения, потому что так меньше рисков. У нас очень много. Избивают на тротуарах, там дедушку на ботанике. Просто раздавили насмерть. На дорогах тоже очень много проблем. И мы стараемся... Ехал по Скулянке, допустим. Ну, мы там ехали куда-то по Скулянке. И там как идет три полосы, и смотрю, там вот, парковка, парковка, а у другого человека столб стоит. И он в этот столб припарковался и заблокировал полностью линию. Расскажите, пожалуйста... Я такого вообще никогда не видел там. Интересно, да. Интересно опыт американский. Расскажите, как там обстоят дела с парковкой? Какие штрафы? Как государство... Самое главное, тоуинг. Ну, вот этот, тоуинг американский угоняет за 15 секунд машину. Там не вызывают полицию. Там сам приезжает тоуинг. Подъехал, поднял вилкой сзади машину и уехал. Сколько примерно штраф? Какие там расценки? Ну, в зависимости, где паркуют. Бывают там 30 долларов, бывает 250. Допустим, у каждого и бизнес, и private company как бы есть инвалидочные места, чтобы еще так нужно было полностью дверь открыть. Туда только заезжаешь, сразу 250 долларов штраф. Я видел в интернете, я видел в интернете, как подъезжают, ты говоришь, вилкой забирают. Даже если хозяин рядом... Нет, если хозяин рядом, но он машину поднял, хозяин должен... Это уже находится в possession этого эвакуатора. Смотря какой фабрик, смотря сколько details. И он владеет этой машиной, как только он поднял ее по законам. И хозяин должен дать там половину суммы, чтобы он ее сбросил. Ага. Есть тоже один вопрос. Если у пожарных гидрантов вы припарковались, какие санкции могут быть? Нет, там просто через стекло разбивают машину, то есть шланг гидранта пропускают прямо через машину. Пожарные могут врезаться, они легально уже могут толкать машину, если не могут проехать. Потому что жизнь людей намного дороже, чем кусок железа. Но вот честно, я вот тут прошелся, я первым делом обратил, вау, ни одной машины. И Данил говорит, о, смотри, эвакуатор, я такой, да, ничего себе. Буквально полчаса назад здесь было все забито машинами, вот прям 20 сантиметров здесь оставили. А как в Молдове хотят решать проблему парковки? Будут платные парковки. Я вот это тоже говорю, нужно делать. Да, уже есть проект, вроде обсуждали этот проект. Он сыровастенький, сырой еще, но уже работают в этом направлении, работают. Да. Ну, дай бог, чтобы делали, потому что, ну, должны быть парковки. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Спасибо за работу. Да. Всего доброго. Всего доброго. Мириэла, Диана, спасибо вам за вашу работу. Всего доброго. Взаимно. Друзья, я думаю, стоит завершать уже рейд. Посмотрите, тротуар чистый. О, смотрите, друзья, как люди ходят. Это интересная картинка. Все, друзья, я думаю, стоит завершать этот рейд. Тротуар свободный. Еще раз обращаемся к притуре сектора Буикан, к Василию Умарой. Давайте все-таки поставим здесь пилоны, чтобы не заезжали сюда машины. Спасибо Олегу Мадрига за то, что посодействовал тому, чтобы убрали знак. Здесь реально стоял знак, разрешающий парковку. Олег написал запрос в дирекцию транспорта, и там дали ответ официальный, что нету здесь официальной парковки. Поэтому, да, дело остается за малым. Эта притура должна как-то изменить инфраструктуру данного тротуара. Обязательно пишите ваше мнение по поводу сегодняшних спикеров. Очень интересные, мне кажется, персонажи сегодня были. Обязательно пишите ваше мнение. Друзья, все. В финале по традиции хочу поблагодарить наших партнеров за поддержку. Друзья, именно благодаря вашей поддержке мы можем позволить себе проводить вот такие акции по информированию граждан о недопустимости парковки на тротуаре. Плюс мы можем себе позволить даже прикалываться вот так, проводить рейды с приколом. Еще раз напоминаю, сегодня мы босиком только для того, чтобы поддержать нашего коллегу, солидаризироваться с нашим коллегой, которого булили на его рейде, проведенном на Щусево. Я оставлю ссылку на тот рейд, посмотрите, как люди относятся к человеку, который в шлепках провел рейд. Но сегодня, кстати, мало замечаний было по поводу того, что мы босиком. Я ожидал, что будет больше троллинга, буллинга и все такого. Все, BMW уезжает, мы можем закругляться. Всем всего доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok